Осьминог Бесконечности Ницше отправился в лес по грибы. Грибы он собирал в большое лукошко, регулярно поправляя усы. Через несколько часов известный философ устал и присел в черничный куст. Когда его усы посильнели от черники, он откинулся назад и лег на спину. А вдруг ему на грудь запрыгнул белый зайчик и спросил у философа. Дядя, вы выглядите очень умным. Не могли бы вы мне рассказать, в чем смысл жизни? Ницше ответил. «Зайчик, это только путь к сверхзайчику». Зайка игриво улыбнулся. «И что же это значит?» «Это значит, что ты должен превзойти самого себя». Зайк пожал плечами и ускакал. Ницше с улыбкой посмотрел на него. Глава 2. Лисичка. Немецкий философ встал и пошел дальше, схватив переполненное лукошко. К нему подбежала маленькая лисичка и игриво спросила. «Философ, философ, в чем смысл жизни?» Ницше ответил. «Смысл жизни лисичка в том, чтобы стать сверх лисичкой». Лисичка взмахнула хвостом. «И что же это значит?» «Это значит, что нужно превзойти саму себя». Лисичка пожала плечами и убежала. Глава 3. Волк. Ницше пошел дальше. И в итоге услышал за спиной озлобленный рык. Он обернулся и обнаружил громадного волка. «Философ испугался и побежал прочь, но волк погнался за ним. Не оставив мыслителю шанса, зверь прыгнул и прижал его могучими лапами к земле». «Привет, Ницше. Слышал, что ты великий философ. Скажи мне, в чем смысл жизни?» Ницше откашлялся и уверенно ответил. «Смысл жизни волка в том, чтобы стать сверх волком». Волк задумался. «Что же это значит?» «Это значит, что надо превзойти самого себя». Волк опустил пасть. «Слушай, объясни мне нормально, что это значит?» Ницше обратился к зверю. «Ты должен сам понять, что это значит. Я не могу объяснять тебе». «Я не могу объяснять тебе». «Почему?» «Потому что тогда ты никогда не превзойдешь самого себя». «Если бы я мог показать тебе пример сверхволка, то ты просто начал бы ему подражать, никогда не став сверхволком. Тот, кто подражает, никогда не сможет стать сверх». Почему нельзя все просто объяснить? Потому что любые объяснения только затормозят тебя на пути к сверхволку. Волк – это канат, натянутый над пропастью между двумя пиками. Если я начну тебе объяснять, то остановлю тебя на пути. Волк убежал, прокричав «Никогда больше ерунды не слышал». Ницше улыбнулся. «Когда-нибудь ты поймешь. Или не поймешь. Без разницы. Мое дело подтолкнуть тебя». Голова 4. Медведь. На пути мыслителя встал громадный медведь. А зверюга зарычала, но Ницше не испугался. А медведь посмотрел на философа и поинтересовался. «Каков смысл жизни?» Ницше усмехнулся, потирая усы. «Ха. Смысл жизни медведя в том, чтобы стать сверхмедведем». Медведь махнул лапой. «Вы, философы, не можете объяснить все нормально. Вот я прихожу к лесному доктору. Он мне говорит, что делать, чтобы выздороветь. Дай мне рецепт». Нет никакого рецепта. «Невозможно никого научить мыслить и невозможно научить перерастать себя». Философ, давай без пустой болтовни. Я занятой медведь, у меня жена, медвежата, у меня нет времени на то, чтобы думать. Может быть, в этом и вся проблема. Ты хочешь простого и быстрого рецепта. Ты думаешь, что сможешь найти смысл своей жизни и принять его как лекарство. Думаешь, что тебе не придется ничего делать самому, но твой путь – это не таблетка, которую принимаешь единожды. Медведь покачал головой. «Бесполезно общаться с тобой, философ. Я ухожу». Зверь ушел. Голова пятая. Ницше. Наконец-то Ницше остался один. Он сел на большой камень и задумался. Ницше – это путь к сверх-Ницше. Каждый из нас проходит путь от себя к сверх-себе. И никто не поможет на этом пути. Даже пресловутый Заратустра. Они просят у меня мудрости. Но мудрость так не заполучить. Ницше покинул лес, Сияющий и сильный, как утреннее солнце. 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 Продолжение следует...